Что касается чиновников и детектора лжи, на мой взгляд, это абсолютная затея просто для отвода глаз, профанация больше свойственна шоу-бизнесу, чем реальной борьбе с коррупцией. Потому что, что касается борьбы с коррупцией, я как финансист сразу могу сказать, где основные коррупционные анклавы, где чуть меньше. Ну вот, с самого начала, самая главная афера, потому что ведь важно пресекать с точки зрения страны большие аферы, самые большие, а не обязательно искать какого-то мелкого коррупционера. Это с точки зрения правопорядка важно, но с точки зрения судьбы страны это уже не столь принципиально. Самое главное пресекать крупномасштабные аферы. Крупномасштабные аферы, они финансисту видны без всякого детектора лжи. Вот, пожалуйста, пускайте по следу вложения средств в резервный фонд и фонд национального благосостояния, что касается стаб-фонд. Это самая крупная афера. И там просто коррупция на сотни миллиардов рублей или даже на сотни миллиардов долларов. Все. Можно всех причастных к этому сразу расследовать без всякого детектора лжи. Следующая крупномасштабная афера – это все, что касается пенсионных денег и накопительного пенсионного элемента. Тут тоже на триллионы. То же самое можно сразу всех на основе отчета в счетной палаты просто со всеми разбираться. Третья такая, анклав – это все, что касается сделок собственности, государственной собственности, передачи пакетов акций, обмен пакетами акций, вложения в уставные фонды и так далее. Это следующее. Четвертое – это все, что связано с госзакупками. Поэтому тут просто начинать надо с того, что не позволяет создавать такие механизмы и привлекать к ответственности тот, кто причастен к созданию этих механизмов и к этим проектам. Вот это начинается борьба с коррупцией. Все, наверное. Спасибо.